Каникулы с пользой Получить первую зарплату, набраться опыта и попробовать себя в разных профессиях. Тысячи подростков по всей республике предпочли провести свои летние каникулы с пользой. Найти подходящий для каждого вариант помогли взрослые. По давно сложившейся традиции для школьников организовали трудовые бригады. Первые шаги к трудовому будущему подруги Саша и Соня совершают вместе. В составе отряда – дружные ребята села Арабач Усть-Вымского района. Говорят, работы в этом году было много, но так даже интереснее. Опыт всегда пригодится. Во время трудовой бригады мы в Арабаче работали, елки сажали в Гайме, на кладбище работали. Сегодня мы здесь чистим памятник. Проводить летние каникулы с пользой предпочитает и Глеб Ерунгин. Третий год подряд вместе с другими школьниками он убирает сорняки, рыхлит и поливает грядки. За это время в трудовом отряде стал правой рукой мастера и примером для сверстников. Как компьютер. Конечно, лучше поработать в такой теме. У каждого, наверное, есть бабушки, мамы, которые держат огороды, грядки. Да хоть помогать, может, будут или научатся. Все по-взрослому и на работе у Марата Агафонова. Кроме графика. Он по трудовому законодательству для несовершеннолетних в два раза короче – 4 часа. За это время Марат в должности воспитателя успевает и в футбол погонять, и сыграть в прятки. Я с ними иногда играю, вот в игры разные. Какие, например, сегодня вы играли? Сегодня мы играли в футбол с детьми на футбольном поле. Ходили с ними в кинотеатр сегодня. Трудовые отряды – дело добровольное. Девчонки и мальчишки вступают в них по разным причинам. Кто-то набирается опыта для будущей карьеры, кого-то привлекает возможность собственного заработка. Студентка Залина Казиханова, будучи школьницей, несколько лет трудилась в отряде «Чистый жешерт». Теперь же в должности мастера этого отряда. Сама курирует и помогает ребятам реализоваться. У нас распределены по точкам дети в школах, в садике, в кинотеатре. В ДК дети работают. В ДК дети занимаются культмассовой деятельностью. Они работают с детьми. В школе также они работают не просто рабочими какими-то, а еще и божатыми у них есть опыт. Детям очень нравится, их очень хвалят. Это тоже для них какой-то, соответственно, опыт. В следующем году трудовой отряд «Чистый жешерт», который финансирует местный лесоперерабатывающий комбинат, отметит свое 15-летие. За эти годы рабочее движение превратилось в самый узнаваемый проект моногорода, пользу от которого измеряют чистыми клумбами и ухоженными площадями заводского парка. У нас хорошая такая традиция – это сохранение династии на комбинате. То есть уже те дети, которые, допустим, несколько лет назад были трудоустроены в трудовой бригаде «Чистый жешерт», сейчас уже работают на комбинате. То есть это хорошая база для того, чтобы наш комбинат взрастил, как говорится, в наш будущий персонал. Для многих подростков получить первые деньги на карманные расходы – привлекательная перспектива. За месяц работы в бригаде можно накопить на полезную вещь или просто стать менее зависимым от финансовой помощи родителей. Рейтинг исчезающих профессий возглавили менеджер по продажам, кассир и персональный водитель. Аналитики одной из крупных компаний интернет-рекрутинга HeadHunter нашли специальности, спрос на который падал несколько лет подряд, а также профессии, где количество вакансий стабильно увеличивалось. Например, вакансия кассир оказалась в топе исчезающих – минус 51% за 6 лет, но при этом спрос на продавцов-кассиров вырос на 123%. Интересная ситуация с водителями. На фоне бурного роста интернет-агрегаторов такси профессия водителя оказалась в лидерах рейтинга, а развитие сервисов доставки потолкнуло спрос на водителей-экспедиторов. Но в то же время вакансии персональных водителей резко сократились. Очевидно, машина с водителем становится роскошью. Людям проще заказать такси. А что нового на рынке труда в Коми? Актуальные вопросы прямо сейчас обсудим вместе с начальником управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Алексеем Ускаревым. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то специальные программы для работодателей, чтобы выйти из кризиса? Да, конечно, Евгений. Такие программы у нас есть. Рострудом принято решение о финансовой поддержке соответствующих работодателей при организации временных и общественных работ. Нормативная база на уровне Республики принята, и центрами занятости ведется отбор соответствующих работодателей и прием заявок. Данная программа распространяется на работодателей, которые организуют общественные работы у себя в организации и принимают на работу граждан, которые находятся в поиске работы или стоят на учете как безработные. Также распространяется на работодателей, организовывающих временные рабочие места для своих работников, которые находятся под риском увольнения. В данных организациях введен режим простоя или режим неполного рабочего времени. Также имеются факты вывода сотрудников неоплачиваемый отпуск, а также мероприятия по сокращению сотрудников. Да, размер данной поддержки составляет порядка 19 тысяч рублей. Это по Сыктывкару в месяц. И всего где-то 68 тысяч рублей на каждого сотрудника. Рассчитывается как МРОД, прибавляется туда обязательные платежи в небюджетный фонд и увеличивается все на районный коэффициент. Так что это неплохая поддержка и подспорь для работодателей, которые испытывают соответствующие финансовые трудности. И необходимо отметить, что могут претендовать на данную поддержку только те работодатели, которые не имеют задолженности по налоговым платежам, а также не являются государственными или муниципальными учреждениями. Спасибо. Алексей Владимирович, а что у нас с профобразованием, с профобучением проводите? Да, конечно. Профобучение – это одно из самых востребованных и активных мероприятий по трудоустройству граждан. При получении профессионального образования он становится конкурентоспособным на рынке труда, получает соответствующее образование, навыки, компетенции. И у нас по статистике такие граждане трудоустроятся в два раза чаще, чем граждане, не имеющие или не получившие дополнительного образования в центре занятости. У нас на сегодня уже порядка 1700 человек обучено по программам профессионального обучения. Это в 2020 году, в период пандемии. Это очень хорошая цифра. Да, это неплохая цифра. Кроме того, профессиональное обучение у нас распространяется не только на безработных, но и на женщин, имеющих детей дошкольного возраста, а также на граждан старшего поколения. Это реализуется проект в рамках национального проекта «Демография». То есть там и предпенсионеры, и пенсионеры? Да, и предпенсионеры, и пенсионеры. У нас сейчас уже обучено и проходит обучение 216 женщин и 144 гражданина, имеющего статус 50+. Также профессиональное обучение у нас распространяется и на малоимущих граждан. Там немного другой подход идет, заключается с гражданином социальный контракт, и в рамках социального контракта проходит профессиональное обучение. И, что немаловажно, дальнейшая стажировка на рабочем месте. Эта мера поддержки хороша как для гражданина, так и для работодателя. Для гражданина то, что он получает стабильный доход, рабочее место и навыки соответствующие. А для работодателя то, что он может в период стажировки возместить расходы на оплату труда данного гражданина. Причем период стажировки может находить до 9 месяцев. И выигрывают все? Выигрывают все, конечно, да. Это беспрецедентные меры поддержки. Это очень востребовано в данном случае, ну, в настоящее время. И причем тут могут быть любые работодатели, в том числе и государственные муниципальные учреждения. Алексей Владимирович, спасибо большое за содержательную беседу. В этом году в Республике при помощи Центра занятости к обучению и переобучению приступили больше полутора тысяч человек. Среди них и Наталья Оздельник. В интервью нашей программе она рассказала, что на пенсии ей стало скучно. Поэтому решила найти работу. На место инженера по охране труда в местном оздоровительном комплексе Наталья Александровна настроилась решительно. Чтобы получить эту работу, нужно было пройти обучение. Именно тогда женщина и обратилась в Центр занятости. Зная о программах, которые есть в Центре занятости для работодателей и для людей, я обратилась к Роману Николаевичу. И он, значит, сказал, что есть такая возможность в данный момент пройти обучение за счет... Ну, бесплатно. Для меня это бесплатно. Хорошая программа большая, которая потом дает мне возможность трудоустройства. Уже даже на стадии обучения, потому что была неработающим пенсионером и желала возобновить трудовую деятельность. Как раз для таких людей в том числе есть тоже программа. В этом году в Республике стартовал федеральный пилотный проект по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта. Теперь люди, которые находятся в сложном материальном положении, могут заключить социальный контракт по одному из четырех направлений. Поиск работы, организация предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профобразования. На основании соцконтракта возможны и другие меры по улучшению качества жизни. Все подробности в сюжете. Полная концентрация внимания и усидчивость. Работа оператора в ЗАГСе Юлии Спиридоновой нравится. Девушка признается, что найти ее было непросто. Полгода стояла на учете в центре занятости, а потом поступило предложение заключить соцконтракт. По нему органы соцзащиты в течение полугода платили Юлии пособие, а она за это время нашла работу. Социальный контракт, он, конечно, как в материальном положении, он повышает, конечно, стимул для поиска работы, для жизненных каких-то трудных ситуаций, выручает. А помогает, я так думаю, то, что в стимуляции какой-то, в самой себе даже дать задачу оправдать этот контракт, и ты начинаешь что-то делать, двигаться. Двигаться вперед соцконтракт помог и другой жительнице Емвы. Елена Дониченко долгое время работала в торговле, потом уволилась и больше года не могла найти места. Сейчас трудится уборщицей. Говорит, работой довольна, и зарплату всегда вовремя начисляют. Походить, поузнавать, а так, зачем деньги тогда вообще получать? И сидеть дома в интернете. Вот они должны как-то искать, двигаться, у всех же дети тоже есть. Как бы помощь от центра занятости очень прекрасная, хорошая. Поддержка малоимущих с помощью соцконтракта для республики не нововведение. Действует уже 14 лет. В этом году социальный контракт расширил направление. Участники могут развиваться по одному из четырех. Поиск работы, организация предпринимательской деятельности, выход из трудной жизненной ситуации и прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профобразования. Последнее направление заинтересовало Ирину Городецкую. В рамках заключенного контракта она прошла переобучение. Теперь работает не просто продавцом, а продавцом-кассиром. Поддержка, конечно, хорошая. В плане и для развития, в плане и финансового тоже поддержка была. Все эти три месяца выплатила центры занятости. Поддержка была материальная. По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты республики, в прошлом году социальный контракт заключили 63 гражданина. В текущем госпомощь на основании соглашений смогут получить почти 3000 человек. Каждый случай индивидуален, пояснили в Министерстве. Поэтому поиск верного направления для выхода из бедности специалисты социальной службы ищут вместе с заявителем, исходя из его особой ситуации. Если вы в поиске работы, заглядывайте на портал «Труд всем». Здесь собраны вакансии со всей России. Уверена и ваша работа мечты среди них. С вами была Евгения Трембицкая. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok